Принцип любви и принцип справедливости антагониста. Не только потому, что любовь всё прощает, долго терпит, не ищет своего и всё в таком духе. А потому что любовь это всегда нечто большее, избыточное. А справедливость это точная мера, взвешенная на весах. Что посеешь, то и пожнёшь, ни больше, ни меньше. Сколько вложил, столько и получишь. Если баланс нарушить, дать больше или не додать, справедливость уже перестанет быть таковой. Тогда на одной чаше весов будет предвзятость карательного угара, а на другой прощающее милосердие. Кстати, это ближе к свойствам любви. То есть, получается, что в избытке, в переизбытке качества справедливость переходит в жестокость или милосердие. Так что, если ваш главный ценностный принцип – это справедливость, которая как раз предполагает, что око за око, зуб за зуб, воздаяние равной мерой за всё, за хорошее, за плохое, то, безусловно, любовь будет под большим вопросом. Точнее, она просто не сможет ужиться с этим принципом, будет всё время им противоречить, его нарушать. Опять же, потому что избыточность будет стремиться к этому полюсу милосердия, будет стремиться прощать. А справедливость, она же вне категории прощения находится, потому что равная мера, сколько положено, столько и будет. Никакой пощады, никакого милосердия быть не должно.